О ситуации, которая сложилась в сельском хозяйстве, мы побеседовали с сегодняшним гостем, министром сельского хозяйства Ионом Педжу. Ситуация из-за коронавируса в нашей стране. Всех волнует продовольственный вопрос. Грозит ли нашей стране голод? Нет, голода не будет. Более того, я не первый раз это говорю, страна обеспечена с точки зрения пищевой безопасности. Более того, мы приняли все меры, чтобы сельхозработы, весенние сельхозработы не были приостановлены. Были приняты меры, чтобы все шло в нормальном темпе. И, как вы все знаете, были приняты и другие меры, чтобы сельхозработники, чтобы фермеры, чтобы агропроизводители смогли продавать свою продукцию сейчас вот в этой ситуации. Правительство предлагает различные меры поддержки. Но мы понимаем, что не всегда задуманное воплощается в жизнь. В этом смысле вы оптимист или пессимист? Я всегда был оптимистом. Я оптимистом и остаюсь. Да, все инструменты, которые были предложены и еще предложат правительство, все они дойдут до всех сельхозработников. И в первую очередь я хочу отметить еще раз фонд субсидирования. Да, были долги за 2019 год. Все долги были уже оплачены всем бенефицарам. Сейчас мы работаем и над другим пакетом мер специально для сельхозработников. Конечно, вся эта помощь не только финансовая, но дойдет до каждого сельхозработника и сельхозпроизводителя. В ситуации засухи, что местные наши производители, что им необходимо предпринять, чтобы ситуация улучшилась? Ну, конечно, да. В этой ситуации засуха для нас проблема больше, чем ковид в этом случае. Потому что есть регионы в Молдове, где за последние 6 месяцев не было дождей. И, насколько я знаю, ситуация не из лучших. Где-то 10% из всех озимых мы потеряли. Где-то 10%. Но это никак не повлияет на пшевую безопасность в стране. Но на сегодняшний день все весенние работы идут полным ходом. Так что все зависит уже, как пойдет дальше этот период времени. Что я еще хочу отметить, что в парламенте уже во второе чтение завтра, если я не ошибаюсь, в парламенте будут приняты несколько изменений в законе, которые облегчат жизнь сельхозпроизводителей для орошения своих полей. Что положительного могут извлечь наши местные производители из ситуации снижения импорта продовольствия? Вы знаете, в кризисных ситуациях всегда есть свои позитивные моменты. Если говорить о маркетинге, то есть производители, которые очень быстро перешли к онлайновой продаже. Продажи через интернет или прямые продажи от производителя к потребителю. Но что я хочу отметить, это то, что страны вот в этой ситуации начинают пересмотреть политику обеспечения продовольствия и безопасности каждой страны в отдельности. Да, на сегодняшний день импорт, экспорт идут своим ходом, но все равно вот в таких ситуациях страна должна быть готова обеспечить пищевую безопасность своих граждан. И мы тоже работаем над этим. Я не раз отметил, что да, есть сегменты аграрной отрасли, где мы имеем очень хорошие возможности. Я опять-таки говорю о молочной отрасли, о мясной отрасли, где мы имеем очень большой потенциал, но мы не используем его. И вот над этими отраслями мы должны работать больше. Благодарим вас за интервью и в завершении хочется пожелать нашей стране дождя. Спасибо, дай бог. Всего вам доброго и удачи. Всего доброго.